Здравствуйте, мои зрители! В этом видео представляю вам расчет помадосбивальных машин. Технологический расчет заключается в определении основных размеров машины и скоростей вращения лопастей. Производительность помадосбивальной машины определяется по формуле расшифровка вы видите на экране. При этом ВС, среднюю скорость движения помады, рассчитывается по формуле и расшифровка этой формулы представлена на слайде. По-другому можно записать производительность либо по такой формуле, либо по такой формуле. Вторая формула может быть получена, если мы примем внутренний диаметр цилиндра равным диаметру наружной окружной лопасти. При получении помады сироп охлаждается до температуры выходящей помады и дополнительно отнимается скрытая теплота кристаллизации сахара из его раствора в водно-паточном растворителе. Составные части уваренного сиропа и получаемые помады одинаковы. Состав сиропа Г2 равно. В помаде одна часть сахара ГС' образует твердую фазу, а вторая часть ГС2' насыщенный раствор сахара в водно-паточном растворителе. Поэтому состав помады можно переписать так. Разделив равенство на Г2 и умножив на 100, получим. Первый член этого равенства есть содержание твердой фазы, выраженное в процентах, а второй член процентное содержание жидкой фазы. Жидкая фаза представляет собой насыщенный раствор сахара в водно-паточном растворителе. Состав растворителя удобно характеризовать отношением Z массы ГП патоки к массе ГВ воды. То есть можно записать так. Тогда состав жидкой фазы можно выразить через концентрацию сахара в ней таким образом. Насыщенный раствор сахара с заданной концентрации может существовать лишь при определенной температуре. Для технологических и теплотехнических расчетов надо знать процентное содержание в помаде сахара и ее влажность Омега, коэффициент Z2 температуру, размеры кристаллов в твердой фазе, соотношение фаз и общее содержание сухих веществ в помаде. Содержание сухих веществ определяется рецептурой и косвенно выражается коэффициентом Y. Зная рецептуру помады можно расчетом получить данные для теплотехнических и технологических расчетов пользуясь графиком представленным на экране. В нижней части графика нанесены температуры насыщенных растворов сахара разной концентрации в различных водно-паточных растворителях. В верхней части графика имеются кривые температуры кипения растворов в зависимости от концентрации в них сахара и общего содержания сухих веществ. Предположим, что содержание сахара в помаде 85%, Y равно 0,68, коэффициент Z2 0,96. Этими же показателями характеризуется уваренный сироп на пересечении прямой, выраженный так, с кривой 0,68 получаем точку 1. Смотрите рисунок. Она определяет температуру Т1 конца уваривания рецептурной смеси. Эта температура является начальной для сиропа, поступающего в помадосбивальную машину. Охлаждение сиропа в воронке машины с неохлаждаемым шнеком можно рассматривать как уменьшение температуры сиропа при неизменной концентрации сахара в нем. На графике это изобразится прямой линией 1,3. Эта линия пересекает кривую Z2 в точке 2. Этой точке соответствует температура Т2. При ней сироп становится насыщенным. Если при этой и меньшей температуре не будут созданы условия для кристаллизации сахара, то при охлаждении весь сахар останется в растворе. При температуре Т3 раствор окажется перенасыщенным. При охлаждении сироп потеряет вот столько тепла. Охлажденный сироп попадает на лопасти, которые вызывают кристаллизацию сахара. При кристаллизации выделяется тепло. В случае полного отвода тепла от сиропа его температура останется неизменной. А концентрация сахара в растворе уменьшится до концентрации насыщенного раствора при этой температуре. Уменьшение концентрации сахара в растворе при неизменной его температуре на графике изобразится прямой Т4. Точка 4 находится на пересечении прямой Т3 равно константа с кривой Z2 равно константа. В результате кристаллизации, которая не протекает мгновенно, а требует определенного времени, получаем твердую фазу в количестве пропорциональному отрезку Т3-4. Это можно записать формулой. В нашем примере количество твердой фазы будет рассчитываться так. Количество жидкой фазы пропорционально отрезку Т5-3 и будет выражаться формулой. В примере отношение ГЖКГ2 рассчитается таким образом. Концентрация сахара в жидкой фазе определяется точкой 4. В рассматриваемом примере она равна 55,8%. Обычно процесс кристаллизации сахара сопровождается изменением температуры помады. В случае уменьшения температуры в процессе кристаллизации мы получим на графике кривую Т3-4 штрих. В этом случае количество твердой фазы пропорционально отрезку Т3-4 штрих. А количество жидкой фазы пропорционально отрезку Т5-3 штрих. Количество отнимаемого тепла в этом процессе без учета тепла трения рассчитывается по формуле. Процесс кристаллизации сахара из сиропа сопровождающийся увеличением температуры изобразится кривой 3-4-2 штриха. Конечная температура охлаждения сиропа в воронке машины, характеризуемая точкой 3, определяется по коэффициенту пересечения. Под ним понимается отношение концентрации сахара в сиропе ГС деленное на Г2 к концентрации сахара в насыщенном растворе ГС к Г при одинаковой температуре. То есть можно записать. Для получения мелких кристаллов сахара в помаде необходим определенный коэффициент пересечения альфа, который зависит от Z2. Эта зависимость показана на графике. На нем по оси ординат отложен коэффициент пересечения, а по оси абсцисс коэффициент Z. Прямые линии соответствуют кристаллам до размера указанного цифры напрямую. Так, например, если коэффициент Z1 равен 0, то для получения кристаллов сахара размером до 20 мкм нужен коэффициент альфа 1,63. А для получения кристаллов сахара с размером до 30 мкм при том же Z равном 1 потребуется коэффициент пересечения альфа равный 1,57. Из этого графика следует, что повышенное содержание патоки в растворителе больше Z требует увеличения коэффициента пересечения. Это вполне естественно, так как патока является антикристаллизатором. Таким образом, зная размер кристаллов мы по графику определяем необходимый коэффициент пересечения для данного растворителя. И уже по нему устанавливаем конечную температуру охлаждения сиропа в воронке помадосбивальной машины. Длина L корпуса машины должна быть такой, чтобы успели вырасти кристаллы желаемого размера. Для образования кристаллов размером D потребуется время Тау. ВЕ средняя скорость роста кристаллов микрометры в секунду рассчитается по формуле. ВК скорость кристаллизации миллиграмм в секунду. Она зависит от многих факторов. Пересыщение раствора, скорости движения кристалла по отношению к среде, вязкости насыщенного раствора, температура и количество патоки. Некоторые примерные данные по скорости кристаллизации можно найти в технической литературе. Длина корпуса рассчитается по формуле. В машине с охлаждаемым шнеком нет предварительного охлаждения сиропа перед взбиванием. В ней пересыщение с сахаром возникает в результате большей скорости охлаждения по сравнению со скоростью кристаллизации. В этом видео мы рассмотрели расчет помадосбивальных машин. Оставайтесь с нами, подпишитесь. На этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до новых встреч.